Это как в Турции, в Анталии. Ой, какая высота. Страшно. Нажимайте, девочки, на кнопочку. Люблю эти смотровые лифты. Пить. О, мы прям вышли у этой. На центральную улицу мы прям вышли. Нормально. Возле этих, еще мы вчера рассматривали брошки. Сегодня будем здесь пить, в этих колоннадах. Из источников. Вы доставайте пить. И первые я потом... Так, это у нас что? Туэрмас. Короли. Четвертые. Горячая. О, это должно сейчас сразу... Сегодня пили девочки. Я не пью. 56 градусов, она горячая. Нужно руки... Ой, прям кипяток. Да. Надо же, какая она из-под земли идет горячая. Это все натуральные источнички. Да, детянки говорят на железо. Привкус железа. Металлический, да. Мне понравилась все-таки первая, минеральная. Почему здесь столько разной воды в одном месте? Как-то странно. Неужели это все разные ручьи? Я думаю, это зависит от того, через какие фильтры земные проходят. Но почему, как это могло сконцентрироваться в одном месте столько всякой разной воды? Она вся разная в интернете. Это у нас седьмой источник. Русалка. 60 градусов. О, кипяток. Горячущая, гляньте. Я пойду минеральную пить. Чем дальше уходим, тем она горячее. Восьмой источник. Шницы во главе. 65 градусов уже. Это еще вообще пара идет от нее. Надо же. Так, это девятый. Девятый. Либусы. 62 градуса. Сейчас я попробую. 62 градуса. Всем привет. Второй день пребывания в Чехии. Карловы Вары. Погода неизменна. Вот такая. Третий день. 8 где-то днем до плюс 11. Плюс 8, плюс 11. Тихо. Из отеля у нас вчера много выехало людей. На ужине и на обеде было очень мало людей. Вот. Сейчас 8 часов. И мы идем пить воду. На бювет попьем водички. 15 минут нужно, чтобы она немножко поработала в желудке. И потом пойдем на завтрак. Завтрак 2 часа с 8 до 10. Все. Нить. Наша комната. Все. Все. Бубочки все готовы. Все такие. Припухшие. Припухшие от воды пухнем, как на дрожжах блин. Сегодня в курточке, потому что что-то на балкон вышло прохладненько. 5 градусов. И. 5. 6. По погоде стояла, что сегодня будет даже солнышко. Но может как вчера, знаете, мы вчера тоже вышли. Переменчивая. Вечером. Открывай ворота. Все. Сегодня пахнет вкусно. На десяти. Так, сначала воду, никакого завтрака. У нас все по плану, по расписанию. Сначала водички попить. 15 минут походить. Вот. И потом на завтрак или на обед или на ужин. Сегодня мы решили с Мариной не обедать. Да, Марина? Пообедать? Мы не будем обедать. Не обедать. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Не обедать. Да, мы решили не обедать. Не обедать. Только завтракать и ужин. Почему это глупые? Ты пойдешь у нас. За все уплочено. 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 Еще теперь лопнуть. Домой приедешь, там будешь не обедать и не завтракать. Там сэкономить можно. Вот это говорит умный человек, который приехал в косточки одни и кожа. Мы ее тут сейчас пихаем, 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 пихаем. Она решила, чтоб мы с ней за компанией, чтоб ей не скучно было. И нас надо пихать. Наташа, мы еще много двигаемся. У нас Марина вчера по горам погнала. Потом мы в бассейн ходили. Мы воду ходим пить. Это все тратится калорий. Мало. 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 Я еще в джинсы не влазью. Это мой индикатор. Джинсы это мой индикатор. Купила на два размера меньше. Не может быть твоим индикатором. Я, кстати, все хочу посмотреть, что за размер. Может, я не тебя хапанула. Я варю шланники, оно и видно. Да? Я знаю жопа какая сорокового размера. Да что вы. А у меня какого? У меня такое есть. У меня такого размера. Ты знаешь? Три четвертого. Да? Да. А это, ну, это плохо для молодой женщины. Тридцать четвертого плохо. Люди выезжают. Воскресенье. Мы как-то заехали в заезд и выезд. Да? Как-то в пятницу было прям много людей в отеле. Прям был ресторан полный. А потом чики-чики. Вчера вообще никого не было уже. И сегодня еще остатки выйдут. И я чувствую, что мы до среды будем одни. Ну, я думаю, что из заезда уже будем. С привкусом кофе. Не, я помыла. Молодец. Вот это змеиная вода из головы змеи. Мне нравится больше всего вот это. Она просто как боржоми. Аж за язык щипает газик. Третий день аж завтраки. Сегодня я взяла уже кашку себе овсяную. Два яйца. Один бекончик. Вот эта намазочка мне понравилась. Это рыба. Тунец. У Марины йогурт с мюсли. Кашка. Я на усиленном питании. И на усиленном питании у нас ребенок. Вот так выглядит ее тарелочка. Не считая мысли. Так еще там кухонь новый принесли. А еще кухонь. О, пойдем. Она решила, чтобы блинчиков подогнала. С медом и сметаной. Вот такие пироги. Оно в разрезе. Ммм. Мини-мини. Маму кухонь. Красиво. Раз мы в санатории. У нас процедуры. Сегодня воскресенье. Ничего не работает. А нам Мишель подарила и Марине и мне вот по такой маске. Ой, это что? Это не маска. Это патчи и губы. Это мои первые патчи в жизни. А на губы так тем более. Надо сегодня выпить, обомыть. Вот такие губы будут. У тебя и так не маленькие губы твои. А где Зумьяна показала Лену? А вот такие вот. Вот. И это, кто не знает, Мишель это дочка Марины. Привет всем. Кто-то такая будет спрашивать. Это дочь Марина. Сейчас она нам будет проводить процедуры. Давайте. Вскрываем. Вскрываем. Давай. Можно отрезать. Можно. Или так, да. Да, девочки, на самом деле это мои первые патчи. Потом смотрим. Отсталая ты у нас. Я ими пользуюсь в 45 лет. Да я всегда видела, но мне бабок жалко покупать хрень всякую, потому что я все равно знаю, что поможет только ботокс. Больше ничего. Поможет только немножко отрезать и зашить. О, посмотрите какая прелесть. Это ваша заливная рыба. Вот как это холодильник. Да. Ванночки находят. Как холодильник. Вот мне. Давай. Лепите. Я достаю пальцем из формочки. Аккуратненько надо держать то, что тут это гидрогель и пошло. И клеится. Чик-чик-чик. Потом руками уплотняю, чтобы она хорошо прилегала. Угу. Это кофейные патчи, они приносят освежающий эффект. Как несколько свежища. А говоришь специалист. Несколько свежища нафиг. Так. Притромпом. А губы я еще не делала. Губешечки. Можно потрогать? Конечно. Они такие вот гелевые приятные. Сейчас без пятнадцати и засекаем. Мокрые. Засекаем. Сколько? Да что там засекаем? Пока высохнут. Пока не высохнут. И засекать ничего. Давай. И губки. Красотка. Красотка. Не ржать. Панда. С бланжами. Ну губы шикарные. Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мне нельзя смеяться. Ха-ха-ха. Давай меня теперь наснимать. Сейчас я буду на то издеваться. Я сейчас сяду. Неудобно будет ей на этом. Следующая жертва. Омалашивание и красоты. Да. Да. Встаем. Дальше. А, чтоб глаза не выпали. Усадок. Да не, не будут. Я это. Закрывать надо глаза. Вот он. Такой. Руки красные. Это чё? Чё такое? Немножко холодно. Необычный. Ой, как влиятельненько. Ммм. Так, разглаживаем, чтоб там пузыриков не было. Вторая пошла. О, блин, нельзя комментировать. Рот занят. Да не, тебе болтать нельзя. Молчи. Убери. Чуть дальше. Ты чё? Так нельзя снимать. минус. Вытираем рот. Давай, чуть-чуть можно подправлять, Наташа, к тебе вот самой. можешь пальчиком подправить это процедура делаю каждый вечер У меня уже вырабатывалась зависимость от них. Так, ну что, уже прошло больше полчаса. Снимаю красоту эту. У меня уже прошло больше полчаса. Даже больше. Раз. Два. Три. Ну как? Стала ли я краше? Губы пекут. Какие губы красивые? Мои губы. Что вы говорите? Мишель, какие у тебя губы красивые стали. Собираться и идем гулять, да? Такая карточка вообще без всяких познавательных знаков. Первый раз такой у меня. Очки надо, да, точно. Панели светят вообще. Работа. Я таксист. Делается так. Консьержка. Минус 6. Или как они называются? Вот так. Лифтер. Лифтеры мы, лифтеры. Ну, что такое? Вода, вода. Не помогли нам пачи, а пухшие все равно мы. Все. Сегодня забыли в столовой кружку. Мишелькину. Ну, ничего, отбили. Отбили без скандала. Как сказал мой ребенок, мама забрала и без скандала. Все, теперь идем. Воду пить на водопой. Потому что через час уже, в принципе, обед. Вот, одела без рукавку, потому что солнышко. Сонечко вышло. Ой, как приятно, когда солнышко. Это вообще. Это такая прелесть. Но это только вышло солнце за третий день. Первый раз. Это мне, конечно, такое искусство мне нравится. Это все ручная работа. Красивый цвет. О-о-о-о! Одна фигурка от 1400 кром. Это сколько евро? Ровно 50 евро. Ужас. Почти. Кусочек глины. Да. Это же шума там. В одном экземпляре. А мне? Я говорю, прекрати матюкаться. На нас уже люди оборачиваются. А-а-а, выглядываются. А-а-а, выглядываются. Вот это одна вафелька, одно евро стоит у них. Че, совсем они? А я видела, там покупал человек. И она вот такая тоненькая-тоненькая совсем. По-моему, точно, что там есть в той вафельке. Наверное, тоже русский магазин. Вот это итальянские сумки закрыли. Тоже у россиянина принадлежал. А ну сыграем мне собачий вальс. Да, красивая музыка. Здесь не были. Мы так посмотрели и почитали в интернете. Все пишут, что от вагонов, но цены очень дорогие. Потому что бонты. Становись. Становись. Наташке обнимаю. Все знаменитости, которые здесь были. Интересно. Обнимай меня. Был приказ меня обнять. Одни с этой стороны. Другие. Джеймс Бонд. О, как его фамилия, Джеймс Бонд? Джеймс Бонд. Артиста. Давай. Артиста. Пашу, мотор. Говори. Вот в этих кулисах снимался знаменитый фильм. Джеймс Бонд. Митгрег. 007. Агент 007. Это предпоследний казино Рояль. Здесь кулисы были, они в этом казино снимали. И вот здесь вот сцена, когда там был ресторан и взрывалась бомба. Да. Вот эти вот деревья на этой платформе был сделан как бы кафешка. В этих кущерях. Красивое место. А вот в этом казино были кулисы для съемок фильма. А как называется этот отель? Джеймс Бонд. Гранд отель Пуп. Пуп, это знаменитый французский кондитер, который в тысячу каких-то там восемьсотых, восемьсотых годах основал это. Короче, этот отель стоит 300 евро ночь. По-моему, сколько Франк сказал? 45 квадратных метров. Цима. Да. Ну, это одна из недешевых. Ну, я имею в виду, средняя цена. Средняя статическая. И поэтому мы сейчас пойдем туда и спросим, почему у них комнаты. Золотой лифт. Корановский вход. Золотой лифт. Золотой лифт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...